Вы и правда думали, что это сибирский фэшн? Привет! Прежде чем начать, мы хотим вести вас в курс дела. Программа, которую вы увидите, формируется из трех частей. Первая. Мы делимся с вами новостями из мира моды, чтобы приобщить вас к этой культуре и помочь сформировать собственный стиль. Вторая. Каждую неделю мы подбираем образы и делимся с вами последними трендами. И третья. Меняется каждый раз. Мы будем общаться с интересными людьми, делать макияж из показов, приглашать экспертов и многое другое. Итак, начнем! Любовь Карла Лагерфельда к своему питомцу сиамской кошке Шипет не знает границ. Недавно Карл и Шипет представили новую коллаборацию, в основу которой войдут иллюстрации известного молодого дизайнера Тиффани Купер. Все вещи будут стоить от 50 до 200 евро и будут продаваться в парижских бутиках и некоторых интернет-магазинах. Наблюдательский совет Парижского синдиката высокой моды выбрал Ульяна Сергеенко в качестве официального участника высокой моды. Ранее Ульяна представляла свои коллекции в Париже, но сейчас будет все абсолютно по-другому. Новую коллекцию мы ожидаем уже в июле. Что ж, аплодируем Ульяне! Режиссер из Лос-Анджелеса, Autumn The Wild, снял свой мини-фильм для модного дома Прада. Главным героем является почтальон, который заснул на своей работе. Он обнимает посылку и представляет, что в ней та самая сумка Прада. Просыпаясь, он крушит все в своем маленьком почтовом отделении. Кстати, поклонники Прада успели заметить, что в фильме есть отсылка к отелю Гранд Водопешт, режиссер которого несколько лет назад тоже снимал фильм для модного итальянского дома. Думая, чем заполнить этот блок, мы решили сделать макияж с модного показа. В качестве примера мы решили выбрать дизайнера по имени Жак Мюс с его сюрреалистической коллекцией с последней парижской недели моды. Что у нас получится? Давайте узнаем! Для этого макияжа нам понадобятся всего две вещи. Черный графитовый карандаш и помада. Сначала мы будем рисовать лицо. У вас получилось лицо, и не важно, если вы где-то ошиблись, потому что это придаст лицу еще больший сюрреализм и отсылки к Пикассо. Теперь мы должны нарисовать бровь, чтобы она плавно перешла в нос. И дорисовываем сам нос. Все, мы доделали нос. Теперь осталось совсем немного. Нам надо дорисовать еще одну бровь, глаз, губы и все. Макияж будет готов. Осталось дорисовать очень забавные реснички. Настя, знаешь, в чем тебя никогда не обвиняют? Оля, в чем? В дву личности. Мы закончили с черным карандашом, теперь осталась последняя деталь. Как вы догадались, это губы. Все, макияж готов. Настя, скажи мне, пожалуйста, куда ты потом с этим лицом пойдешь? Ну, лицевый. Ну, вообще, я бы хотела, чтобы этот макияж оценил сам Жак Мюс. Но если с ним не получится, на обратном пути я заглянула бы в клуб дву личных людей. Там это всегда в тренде. Каждую неделю мы будем подбирать лук для каждой из нас. И сегодня мы попробуем подобрать лук для Ксюши в соответствии с ее стилем. Посмотрим, что у нас из этого получится. В общем, Ксюша, нам кажется, что у тебя очень такой классический стиль, поэтому мы хотим подобрать тебе несколько луков, которые будут подклить к тебе очень хорошо. Слушай, Настя, давай там что-нибудь посмотрим? Да, мне кажется, там есть на что посмотреть. Ай, блин, наша спешная программа, Ксюша. Да, да. Ксюша. В общем, первое, что мы решили тебе подобрать, это такую юбку в полоску. Несмотря на то, что здесь она горизонтально, по бокам она образует угол, поэтому твои бедра будут выглядеть очень элегантно. Классно. Мне кажется, что к этой юбке подойдет вот эта рубашка. Мы, конечно, не эксперты, но мне кажется, эти принты можно совмещать. Это будет удачный вообще аутфит. Пока Ксюша переодевается, мы подберем ей второй лук. Нет, мне кажется, это вообще не Ксюшин стиль. Ну что, Ксюша уже готова показать нас свой первый лук. Давайте посмотрим, что там. В общем, мне понравилось, какой лук подобрали девочки, но мне кажется, что не хватает обуви. Эти. Мне очень понравился лук, который подобрали девочки. Розовый жакет, но он очень весенний. И сочетание белых туфель и черных колгот, мне кажется, очень прекрасно. Лук номер два от Ксюши. Золотой, да. Вы прям в точку попали. Платформа – это не мое, но все же это очень круто. В первом луке мне понравился очень сильно розовый жакет. Я бы его забрала бы и носила, наверное, каждый день. А вот в этом луке я чувствую себя уютно. И вот это кофта. Это кофта. Это был первый выпуск Клея. Нам очень понравилось сниматься, подбирать луки. Дальше. Больше. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова